У кого какие идеи, как вы видите себе реализацию данного задания? Давайте сначала обсудим архитектуру. То есть, что у нас есть? Что надо получить? Релиз с объектом. Соответственно, нам нужен класс Парсер. Который будет их парсить. Нам нужен класс Объект и нам нужен метод Мейн, где мы проверим, что это работает. Правильно? Окей. Давайте с класса... Что у нас там? Возраст, да? То есть имена, не имена. Неймс. То есть, у нас есть файл с рейтингами самых популярных мужских и женских имел, которые хранятся в файле. Нам надо посмотреть его HTML код. Прочитать этот файл. Потом при помощи регулярного выражения выцепить имя, позиция в рейтинге. И объекты сложить в лист. Давайте посмотрим на файл. Бэйби 2008. Да. Да. Нет. Это будет один объект, где будет три поля. Рейтинг. Рейтинг. Мэйл. Нейм. Фимейл. Нет. Мы сказали объект, это просто мы будем объект в лист сложить. Ну, это нарицательный объект. Да. И как класс будет, а как класс называться будет? Объекты этого класса будем записывать в лист. А как класс назовем? Ну, можно names, но я пишу. А? Ну, тут он не читает, это просто ранг, name, ранг. Ну, что-нибудь. Ну, типа рейтинг имени. Ну, да. Рейтинг имени. У этого класса будет три поля, ранг, male name и female name. Понятно, да? Теперь нам надо посмотреть его код. Так. ViewPageSource. Вот его html код. Нам надо что? Найти с вами... Не показываю трансляцию. Что-то связь прервана. Так. 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 получается у нас мы с вами определились что будет объект будет класс name rank у этого класса будет три поля rank male name female и для того чтобы создавать объекты этого класса нам нужны три значения rank male name и female для этого мы открываем с вами код класса и нам надо придумать регулярное выражение которое бы смогло выбирать из кода нужное нам значение заходим на регекс 101 вставляем сюда кусочек кода теперь определяемся с регулярным выражением нам надо получить вот одну строчку и из него по группам выбрать ранг и 2 и ну как можем например можем ее взять я вот сюда вставить ну да нам же три значения мы можем ее составить а из потом просто менять то что нам то что может быть заменено так у нас здесь грубо говоря константы что-то ругается на слышим сейчас сейчас найдем экранирующий символ вот видите он эту строчку от выделим нашел и теперь нам надо чтобы он нашел все что у нас здесь может быть у нас здесь может быть цифра пишем слэш д цифра у нас может быть каком диапазоне у нас это рейтинг до скольки то есть длина может быть четыре символа но это все цифры значит у нас может быть от одного до четырех дальше здесь у нас мы должно быть слово образующий символ пишем слэш в и здесь слово образующий символ слэш в причем надо еще поставить плюсики вот то есть мы все слова выбран главное чтобы имена не состояли из двух слов ну наверное им все вернее главное чтобы имена не содержали пробелов все будут пробелы то мы выберем только первую хотя мы можем с вами сделать группу и написать в эту группу например вот так вот так и поставить например пробел говорим что может быть в имени пробел может быть в имени пробел ну там абдулла рахман таки бывают имена или через дефис они пишут ну наверное топ 1000 популярных имен вряд ли с пробелом будет какой-то очень популярной поэтому давайте не заморачиваться то есть вот видите мы видим каждую строчку то есть каждая строчка попала нам выбор выбор это от одной до четырех цифр то есть от одной до четырех цифр может быть не одна цифра по умолчанию то есть слэш да это одна цифра мы говорим о таких цифр может быть от одной до четырех не фигурные да сейчас лопу включу вот и дальше что нам нужно нам нужно ввести группы вот эту штуку надо взять в группу чтобы это была одна группа это была другая группа вот это была третья группа вот теперь у нас группу видите вот первая группа вторая группа 3 2 мишель изабелла 3 и сын им им или дальше нам надо эти группы поименовать чтобы было удобней пользоваться именуется это дело вот так и мы вот сюда вставляем name name не мы сейчас их поназовем теперь как эти группы будет называться так берем отсюда и копируем первая группа первая группа первая группа будет rank второй будет male name по белой нельзя сейчас исправим и female name давайте писать с маленькой буквы так проще rank male name через нижнее подчеркивание сделаем и female name тоже через нижнее подчеркивание вот он пишет rank 2 male name мишель female name изабелла и вот он каждую группу уже может обращаться по имени группы то есть вам надо сделать матчер надо сделать паттерн потом сделать матчер потом в вайле по матчеру find внутри вайла матчер групп rank получите rank групп male name получите male name групп female name female name вот у вас 4 значения вызываете конструктор создаете объект получаете объект положите в лист это у вас метод парс но давайте теперь это вам показал как с регулярку вы сделаете теперь как парсить то есть у вас будет класс назовите его парсер у вас там должен быть метод файл ридер который будет из файла читать потому что вам без разницы какой файл читать да будет файл ридер дальше дальше у вас должен быть метод парс name ну парсить имена метод парс name в качестве аргумента должен получить путь к файлу где файл лежит а вернуть лист объектов rank name для name run как мы говорим name run что будет внутри этого объекта парс name в нем будет вызов метода readfile передача методу readfile пас к файлу метод readfile должен вернуть строку уже прочитанного файла что дальше потом вы создаете регулярку потом вы создаете ну паттерн создаете класс ну объект паттерн потом создаете объект матчер потом вайлом перебираете все вхождения создаете объект с name rank ложите в лист и этот лист со всеми объектами возвращаете как результат работы name парс потом создаете класс у нас тест парсер с методом main вызываете метод parse rank или parse name может назвать parse name rank туда передаете путь к файлу а в результате получаете лист лист выводите на конце запомнили или еще раз повторить то есть получается еще раз у вас должно быть для первого задания три класса name rank с тремя полями класс parser с двумя методами и класс parse test parse test main где вы проверяете как работает ваш метод из parser в parser два метода первый метод read files у read files будет сори два аргумента первый аргумент это паск файлу а второй аргумент это char set тоже строка ну в принципе оба аргумента это строки первая строка это путь к файлу а вторая это кодировка в котором этот файл закодирован внутри этого файла вы создаете buffered reader buffered reader в качестве аргумента при создании конструктора даете input stream reader input stream reader даете в качестве аргумента файл это stream и в качестве второго аргумента даете кодировку тут один файл закодирован vtf8 а второй закодирован windows 1251 и соответственно вот второй без указания кодировки прочитается кракозябра кусочек кода я вам ради примера могу кинуть вот как это дело оформить вот оно то что я говорил buffered reader создаете buffered reader в качестве аргумента даете input stream а сюда передаете аргумент pass к файлу то есть какой файл парсить в качестве второго аргумента даете кодировку но она тоже приходит методу через аргумент ну а это уже сам процесс парсинга и вы на выходе в стринг builder получаете строку ее надо привести к ту стрингу на стринбилдере вызвать ту стринг получить строку и вернуть как результат работы метода давайте этот кусочек вам кину будет вам подсказка skype второе задание то же самое только текст сложнее с точки зрения html синтаксиса и отсюда надо вызвать название модели описание цена то есть больше параметров то есть вам надо будет создать класс ноутбук в классе ноутбук будут поля название модели описание цена вот минимум три но там параметров больше факультативно берите больше но три должно быть обязательно может там разрешение экрана отдельно поставить вот и так же вернуть в качестве листа то есть должен быть в методе парс второй метод парс ноутбук который возвращает лист объектов ноутбук и внутри все то же самое создаем регулярку паттерн матчер вайл берем и получаем какие вопросы ну я думаю вам надо начать делать у вас будут вопросы вы меня спрашиваете походу кого-то появились уже вопросы вот сейчас уже чем-то подсказать что-то помочь пока нет какие-то дозаписи останавливаю не 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 Продолжение следует...